Сколько горошин необходимо цеплять на волосяную оснастку, чтобы рыбалка была максимально эффективна, чтобы поймать хорошего большого карма. Друзья, я думал этого не произойдет, но у нас клюнул даже на 5 горошин. Вы представляете себе? Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале Все для Клева. В очередной раз с вами на Днестре. Сегодня 11 июля 2019 года. Мы приехали с ночевкой, то есть у нас суточная будет рыбалка. И не можем пока разложиться в удилище поставить, потому как везде куча мусора. В очередной раз приходится убирать этот мусор. Ну, что делаешь? Друзья, смотрите, постратили 10 минут и стало совсем по-другому. Кстати, друзья, хочу вам дать маленький совет. Если вы воспитываете своих детей, то воспитывайте их только личным примером. Это самое эффективное средство. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, тема видео. Сколько горошин необходимо цеплять на волосяную оснастку, чтобы рыбалка была максимально эффективна, чтобы поймать хорошего большого карпа. Согласно теории, конечно, чем больше насадка, тем больше размер рыбы, по идее. Но это нужно проверить практическим путем. То есть сегодня мы очередной раз экспериментируем. И пока мы не начали эксперимент, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал «Все для клева» и продолжаем смотреть видео. Итак, друзья, смотрите. У нас на волосяной оснастке будет 1 горошина, 2 горошины, 3, 4. Друзья, сейчас освежу оснастку с 5 горошинами. Тут замудренного ничего нет. Это будет просто волосяная оснастка с безузловым узлом. Длина поводка будет 40 см. Так, берем кусок шнура, вяжем петелечку обыкновенную, один прямой узел. Вот так. Вот обыкновенный узел один, одинарный. Лишнее сразу отрезаем. Есть. Берем наших 5 горошин. Да, кстати говоря, наша оснастка будет с кормушкой Потап. Вот такая кормушка 80 и 100 грамм. Вот такие кормушки. Это единственные кормушки, которые самые эффективные на именно для ловли на горох. То есть она, получается, у нее хорошая проточность. Горох потихонечку вымывается течением с кормушки и создает такое небольшое кормовое пятно. И если кидать в одну точку, точку, то получается, вы хорошо прикармливаете горохом. А так, если кидать горох просто сверху, то непонятно, куда течение занесет ваш горох. Может соседу, который рядом с вами, а может соседу, который через 3-4 месяца от вас. Поэтому с такой кормушкой самый лучший вариант для прикорма. именно горохом. Ладно, мы отвлеклись, друзья. Итак, берем наш горох, протыкаем его через две половинки, вот так вот. Видите, да? И одеваем. Можно, в принципе, сразу 5 штук одеть сюда. Ну, мне, честно говоря, так не нравится. Будем по две. Так, надеваем, закрываем. Притаскиваем. Там, две есть. Берем следующие две. Вариант такой, что нужно через обе половинки гороха. Вы поняли? То есть, смотрите, где у них там, где он разделяется, две половинки. И через две половиночки нужно продеть, чтобы он держался на этой волосыной оснастке. Есть. И еще один. Вот они опять горошин. Теперь берем конец нашего поводка и продеваем в петелечку, ту, которую мы с вами сделали. Номочили и продели. Таешкин. Так, здесь нам стопорки не нужны будут. Вот получится вот такой вот вариант. Тут их поправляем на данном этапе. Вот такой вот вариант получился. Естественно, сюда нужен крючочек побольше, потому что, я так понимаю, что для того, чтобы клюнул здесь карп, это должен быть как минимум какой-то монстр. Берем анаконду 15-103 серия, 6-й номер, крючок. Он достаточно крепкий, острый и легкий, что мне нравится. Он тоненький, тоненький. Для такого карпа он будет практически незаметен. И делаем волосиную оснастку. Вот так вот достаточно, чтобы здесь нормально так ходило. Зажимаем и крутим раз в 12. Главное, чтобы витки были один возле одного, аккуратные такие. Вы поняли? Вот так. Достаточно. И продеваем его обратно сюда. Намочили, зажали. Вот, друзья, у нас получилось. С одной горошиной, двумя, тремя, четырьмя и пятью горошинами. Посмотрим, какой карп на какую будет клевать. Очень интересный эксперимент. Самому даже интересно узнать, как же будет все-таки эффективнее. Поэтому оставайтесь с нами до конца, будет интересно. Друзья, я каждый раз в горох добавляю пачку прикормки. Для чего я это делаю? Значит, прикормка обволакивает горох. И получается, когда мы прессуем горох в кормушке, то он просто не вымывается из-за того, что он спрессованный. А когда горох обволакивается прикормкой, и прикормка потом вымывается, то эта микроскопическая, скажем так, пленочка вымывается. И он спокойненько-спокойненько выходит из этой кормушки. Но, по крайней мере, я думаю, что это будет не лишним. В данный момент я добавляю Fish Dream Universal Plus. Одна из самых сладких прикормок из серии Fish Dream. Вот, видите, он обволакивается. Ну, конечно же, это все смоется практически сразу. Но это даст возможность гороху приводниться на дно и спокойненько, аккуратненько вымываться. Конечно, можно добавить немножко водички, но там в горохе есть вода, в которой он варился. В принципе, я не думаю, что это будет необходимо. Вариант прикормка намокла в этой воде, в которой он варился горох. И вот с этим вариантом мы отправляем ее в Днестр с одной горошиной. Забрасываем недалеко, друзья. Ставим на битранер. И ждем поклевочки. Оснастка очень простая и легкое в изготовлении. Берем нашу кормушку фирмы Потап, которую я говорил по поводу того, что она очень эффективна для ловли горохом, кукурузой, то есть крупными такими насадками. Продеваем ее в нашу леску, в основную леску удилища. Берем бусинку, вот такую вот. То есть, грубо говоря, эта оснастка вяжется на одной бусине, чтобы вы понимали. Продеваем леску в бусину. Вот она. Вот так на пальчике мы ее оставляем и так продеваем ее два раза еще. Раз. И два. Вот получилась вот такая петелечка. Видите? Две петелечки. Вот они. Раз, два. Все. И сюда два раза вот так вот мы ее продеваем. Раз. И два. Все. Вот так получилось. Видите? И теперь это все дело затягиваем, но только предварительно нужно, что сделать, правильно. Смочить. Получилось, что бусину эту теперь ни влево, ни вправо отодвинуть нельзя. И теперь делаем маленький отводник для поводка. К нему единственное требование. Он должен быть ниже, чем сама кормушка. Где-то вот тут примерно. Все. Вот здесь делаем петелечку. Петелечку делаем узлом восьмеркой. Вы его все знаете. Ну, тем не менее, еще разок. Вот оно. Получилась восьмерочка. Видите? Все. Берем теперь и затягиваем наш узел. Все. Узелочек затягиваем. Лишнее отрезаем. И сюда мы одеваем методом петля в петлю наш поводок. Сейчас мы договоримся. О. Все. Набиваем кормушку горохом. И вперед. Друзья, ну, конечно, умом я понимаю, что на такую насадку вряд ли здесь какой-нибудь большой карп. Потому что тут этого карпа, скорее всего, и нет. Но это мои только догадки. Понимаете? То есть, если бы я хотел просто наловить рыбы, я бы на волосную оснастку нацепил бы одну горошину и ловил бы карпа, карася, плотву и так далее. Но так как это не самое главное, наловить рыбу, а провести эксперимент, как будет себя вести рыба при одинаковой оснастке, инлайн, с кормушкой пота, при одинаковом горохе, при этом волосная оснастка с одной, двумя, тремя, четырьмя и пятью горошинами. Эксперимент начинается, друзья. Смотрим. 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 Вот это да. Вот это да. Смотрите, какая большая плотва жирная. Ой-ой-ой. Это у нас будет наваристая уха. На одну горошину. Ух ты, зеркальный. Мелочь, конечно, но смотрите, какой красавец. Зеркальный. Выпали наши горошины, друзья, но здесь было четыре горошины. Давайте быстренько отпустим этого картика небольшого. Он нам не нужен. Это не наш размер. Наш размер еще впереди. И я уверен, дедушка Днестр его даст по-любому. Друзья, и вы отпускаете маленькую рыбу, пожалуйста. Дедушка Днестр просил меня вам передать. Так, это у нас что получается? Третья, да? Три горошины. Три, четыре, пять. Да, друзья, на три горошины. Клюнул еще один карпик. У-ху. Слушайте, если так пойдет, я не знаю. Видео будет длиной в целый час. Вы готовы смотреть, друзья? Наконец-то дедушка Днестр начинает быть щедрым. Такой келошадьный. Хорошенький. Этого тоже, друзья, мы отпустим. Не могу я такого мелкого брать. Поэтому хай гуляет. А у нас там поклевка. О-о-о. Каросина. Этого точно мы оставим на нашу уху. Видите, красавец какой. Орел. Друзья, на оснастку с одной горошиной клюет практически постоянно. То есть, если вы поставите там три-четыре удилища с одной горошиной, вы просто не будете успевать их вытаскивать. Еще одна таранюшка. Друзья, я думал этого не произойдет. Но у нас клюнул даже на пять горошин. Вы представляете себе? О-о-о-о. Куда-то он пошел к соседу справа вниз по течению. Надо будет его вернуть. О-о-о. Красавец. О-о-о. 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 Вы поняли, друзья? Все-таки подтверждается идея о том, что чем крупнее насадка, тем крупнее карта. То есть, если мы на дно горошину ловим тарань, карася, то пожалуйста. Вот такое дружечка хорошая. Даже, наверное, не дружечка. Прямо в нижнюю губу зашел крючок. Вот он. Шестерочка анаконда. Вот он, красавец. А? То, что надо. Это мы все-таки уже оставим. Пока. Вдруг там будут вообще кабаны здоровые. Тогда его отпустим. Да, дедушка Днестр? Он говорит, да. Друзья, маленький секрет для тех, кто не знает, как правильно держать карпа. Он очень скользкий, вы знаете, да? Поэтому, вот, угадательный палец нужно поставить в рот. Вот. И тогда можно нормально его держать. Вот так вот. Никуда он уже не денется. Можно его вниз превращать уже теперь вверх. То есть, теперь у вас уже есть точка опоры. Вы поняли, да? И он уже никуда не денется. Карасина. Видите, две осталось, а было три. Мощный. Мощный карасик. Да, вы видите, даже карась клюет на три горошины. Друзья, это торчной маленький карпик, но он на четыре горошины, друзья, чтобы вы понимали. Вот он. Немедленно его будем отпускать. Но, смотрите, у него просто во рту. Вы видите? Посмотрите. Вы видите? Четыре горошины. Вот он, наш красавец, уходит. Ах, красавец какой. Смотрите. Да? Вам нравится? И мне тоже. Вон там у нас клюет опять. Бегом, бегом, бегом. Беги, Форест. Давай. Друзья, очередной карпик над двоей горошины. Посмотрим на того красавца. Маленький. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. За нижнюю губу. Маленький перчетчик. Вот он. Вот он. Друзья, эти три часа рыбалки, конечно, были очень плодотворными. Я уже, честно говоря, думал, может надо убирать хотя бы одно удилище. Потому что, ну, тупо не успевали. Не успевали то то удилище, то это удилище, то третье, то четвертое. Вообще у нас была даже ситуация, что одно удилище всего стояло. Клев, конечно, серьезный сегодня. Повезло нам сегодня с клевом. И вот сейчас прошло этих три часа рыбалки и заптишье, понимаете. То есть ощущение такое, что рыба как-то отошла. Отошла. Может быть сейчас будет какой-то вечерний клев, кто его знает. И пока есть возможность. Вот мы почистили наших три карася, четыре тараньки. Вот сейчас картошечку дочистим. Картошечку пополам. О! Морковочку. О! Морковку уже можно забрасывать. И лучок уже можно забрасывать в нашу уху. Пойдемте, забросим. Картошку будем забрасывать в последнюю очередь. Вот. Рыбка уже закипает. Друзья, на нашем сайте клева.com.ua появились две модели костюмов от комаров. Этот костюм со штанами. Получается такой, от мушек и комаров. Защита от западно-нильского вируса даже. А это просто как рубашка. Одевается. То есть, как бы варианты для того, чтобы у нас не загрыли комары есть. Так, вот. Ну, вот такой вот вариант. Как вам? Пойдет? Друзья, один карпик. Келожка. Или до киложки. Ох! за нижнюю губу две горошины как красавец беги друзья на две горошины вот такая тарань красивая посмотрите на нее ну просто красавица одна горошина куда-то упала вторая осталась друзья на второе у нас шпикачки вкуснятина что друзья наступает прекрасный вечер на рыбалке у нас уха готова такая красивая не попробуем бомба вторая часть ужина-обеда шпикачки с помидорами приятно а и 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 Друзья, утренний карпик, ух, как вам, такой, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, как предполагалось на оснастку с одной горошиной и с двумя клюет больше всего Ну, в основном клюет мелкий карпик, карась, тарань, то есть, но зато часто на оснастку с одной и двумя горошиной Что, идем выпускать? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, еще один карась на три горошина Вы видите, как бросается Друзья, мелких карасиков тоже старайтесь отпускать Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мастер, шпина, шпина, плач, тр찌, плач Добавил субтитры сделал DimaTorzok Друзья, ну что, приступим к завтраку? Чем, как говорится, Бог послал, спасибо дедушке Днеструю за рыбу, это просто лучше завтрака не туда больше, просто посмотрите на это счастье, даже просто человеческое, настоящее счастье, вот он, ну, приятно. Класс! Рыбка пушинала. Ну что, друзья, очередная поклевочка на две горошины. Хочу сказать, что хорошо работает кормушка, это потап с горохом. Главное, вовремя меняйте их крючки. Вот такой карпик, друзья. Одной горошины уже нет. Вот. Сейчас мы его выпустим от нашего карпика. Идем. Пошел. Ну вот, друзья, чтобы вы понимали, такие караси у нас клюют на Днестре, на дуны горошины. Вы видите, какие красавцы. Так, а вот клюв у нас удилища с огневой горошиной. Тоже мелкий карпик, друзья. Друзья, очередная поклевка карпа на две горошины. Вы поняли, да? В принципе, ну, может быть, еще рано делать выводы. Но тем не менее, две горошины работают лучше всего. Очередной раз, друзья, отпускаем нашего карпика. Это, может, на сегодня уже больше 20 карпиков отпустили, чтобы вы понимали. Машу дедушка Днестр, я думаю, будет не выбить, если мы сучки три заберем. Да. Масло. Вот такой карпик. Друзья. Отпускаем? Да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 На оснастку с 5 горошинами Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Собирайте, берите с собой на рыбалку большие пакеты для мусора, специально для мусора И забирайте с собой на рыбалку Ну природа наша, ну мы ее должны сохранить, не только для себя, но и для своих потомков Правильно? И второе Маленьких карпов выпускаете Вот боженька и дедушка Тнестр, он вам воздаст, понимаете? Вот как вы только выпускаете маленького карпа, обязательно вам придет большой Не забирайте маленьких, дайте им вырасти Договорились? Ну что ж, друзья, на этом будем заканчивать наше видео Всем удачи, всего хорошего, пока!